Люди добрые, ну вот вы знаете, никак не реагировала на тот, можно сказать, бум и инсинуации, и расследование людей, которые пытаются проводить его по поводу того, кто является все-таки моим возлюбленным, любимым человеком. Но после того количества приплетаемых мне мужчин и героев-любовников, которые не имеют ко мне на самом деле такого отношения, я решила просто сказать свою точку зрения. Ну, давайте начнем со свадьбы, женитьбы с Колей Басковым. Ну, конечно, это все просто прикол, ребят. Мы встречались с Колей на съемке программы про свадьбу, и оттуда вышло несколько фотографий. Люди, этот прикол уже неоднократно в нашей жизни был, просто вы на него, получается, что как-то подкидываетесь и реагируете. Мы с Колей дружим больше 20 лет, и это отношения проверены в времени. Ну, что же вы с каждой нашей встречи, фотографии из нашей дружбы устраиваете инсинуации, и свадьбы, и все дела? Короче, это все не так. В программе НТВ, когда мне приклеили уже какого-то Марченко, краснодарского товарища, ну, вы знаете, скажу так, я опять же, герой-любовники его записываю. Ну, я знаю этого человека. Дело в том, что два года назад, во время моего концерта благотворительного в Краснодаре, и после этих всех моментов, я интеллигентно этого человека послала, просто за его домогательство и попытки как-то вот ко мне приставать. Но, видимо, человек не понял. И несколько месяцев назад я была, или когда там это было, в Краснодарском крае с благотворительными концертами по станицам. Немногие люди могут приезжать в глубинки с концертами и спрашивать за это денег. И этот Марченко, он меня подвел и обманул просто, не исполнив свои финансовые обязательства за рекламу его компании, которую я осуществила. Но ничего страшного, ну, попала я там на свои деньги и не отказалась от концертов, провела их, потому что меня ждали дети. Но по возвращению в Москву этот человек закидывает меня и по сей день смс-ками личного характера, с предложениями интима, сексуальных отношений и так далее, зная, что есть у меня любимый человек и зная об этом неоднократно. Но могу сказать, что в благодарность за цветы я отправила видеосообщение свое, улетая из Краснодара. И это видеосообщение этот Марченко выкидывает на федеральный канал в программу НТВ. Мне кажется, он настолько неблагородный. И я могу сказать, что, ну, это отсутствие чести, достоинства человека. А его приписали в герой-любовники, понимаете? Ну, так вы знаете, я же не виновата, что у вас такое воображение и такие визуализации. Ну, подождите, хорошо, а теперь еще этот охранник-чеченец, женатый, с брошенными пешисью детьми в ауле. Ну, бред силы кобылы, ребята. Ну, во-первых, могу сказать, что я знакома с представителями этой национальности и знаю их культурные, благородные ценности. Чеченцы никогда не бросают своих детей, жен, так же, как и друзей. Поэтому, мои хорошие, ну, может быть, хватит уже устраивать розыски, поиски. Когда я захочу вам представить своего любимого человека, я сделаю это первым. А так, вы понимаете, ну, многие уже страдают какой-то фигней. Если вы людей ищите по пальцам, по носкам, по ремням, по джинсам. Ну, вы знаете, куда катится вообще мир? Я понимаю, что инсинуация вокруг моего имени постоянный, и что с упоминанием его сплетни и слухи обрастают еще большим порохом. Ну, мои хорошие, просто, ну, хватит уже, может быть, лезть в мою постель и в мою душу. Мне единственное нравится, что я больна не вами. И вы меня даже сподвигли на создание клипа одного музыкального, который вы скоро увидите. Поэтому живите своей жизнью, будьте счастливы, перестаньте проводить расследования про мою жизнь. Это моя жизнь, и я проживаю ее так, как хочу, и с кем хочу, и когда хочу. Пока. И еще, мои дорогие, я хочу совершенно официально заявить, что к ситуации, которая описана в публикации про какого-то чеченца, охранника, я не имею никакого отношения. И мое имя было упомянуто с целью привлечь внимание желтой прессы, ну, а возможно, меня досадить. И все обвинения в мой адрес, что я кого-то у кого-то увела, они абсолютно беспочвенны. И я открыто заявляю вам с первых уст, мой возрубленный не имеет детей, и он никогда не был женат, не официально, не жил гражданским браком, и не имел, и не имеет отношения к охране, к салонам красоты и так далее. Поэтому успокойтесь, пожалуйста, перестаньте мусолить эту совершенно бредовую тему и раздувать из нее просто вот ворох сплетен и ваших домыслов. Физиогномисты, которые изучают не только лица, но и строение фигуры, внимательно рассматривают руки и ноги претендентов на место в постели Волочковой. Первый на очереди бизнесмен из Краснодара. Если рассматривать просто ладони, ну, можно сказать, что что-то в них общее есть, потому что у Андрея, в принципе, ладонь сама по себе квадратная и достаточно длинные пальчики. И на фотографиях у Волочковой в Инстаграме мы увидим мужчину именно такого же типажа. Но у Андрея выпирает очень сильно косточка на большом пальчике. Однозначно Андрей не подходит, как бы и не хотелось.